Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Печуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, за стимул больше снимать для вас видео. Так ветер задолбал, вроде бы лез, а ветер все равно мешает. Но вырубают идиоты, чтобы себе семью так вырубили. Ну и вот, запреты в демонологии. Это бывает важно, но до некоторых, я думаю, людей это можно вечно объяснять. Просто вечно, бесконечно тупость не знает границ, называется. И образование тоже не знает границ, но некоторые не стремятся к этому, я думаю. Что же такое запреты? Первое. Я вкратце, но я скажу информацию, так общее не намируем, а то это достаться просто уже. Собьемся с пути нужного, называется, да, истинного. Дело в том, что есть определенный свод правил. Первое, это естественно в блюдах, в подношениях не должна быть соль. Также, естественно, примерно могу сказать, что все ингредиенты должны быть настоящие. Не синтетические палки-вонялки, да, а все должно быть настоящее. Потому что подношение должно быть настоящим, биологическим, живым, не мертвым, да. Не трава фимиама, допустим, вот такая отсохшая какого-то дерева, да, уже, который уже цвет не имеет, да. А настоящие живые листочки, которые были подсушены, подготовлены, ингредиенты тоже самостоятельно сделаны. Они должны быть все, как сказать, не синтетические, как в церквях даже уже делают, католических вообще там электроника уже рулит. Вот. В храмах это уже все, это не то. То есть это уже не магия, она не настоящая, она синт, она суррогат, да. А в магии суррогата не должно быть. Никакого пластика, никакой хрени вот этой не должно быть. Все должно быть настоящие ингредиенты. Если какие-то чернила, то настоящие чернила, запрещено, всякая синтетика и так далее фигня. Если фломастер, то он обязательно в какие-то чернила должен макнуть, или там в шафран, или что-то еще, да. Вот. Также, естественно, должна исключаться определенный религиозный фанатизм от этого, да. Запрещено слишком превращать это в фанатизм, в религию, да. Сейчас не то время, чтобы демонологию превращать в религию, в какой-то культ личности или определенных персонажей. Это шизофрения уже. Вот. Естественно, есть определенные запреты. Это переходить круг во время призыва, да. Вот. Соблюдать нужно символы, иначе любое нарушение, любое превышение полномочий. Я уже много раз говорил о последствиях, да. То есть, когда вы призываете демонов, нужно все-таки на себе иметь какие-то защитные талисманы. Не надо делать, как некоторые идиотки, которые пишут, говорят, а что такого я призываю демонов так, легко, не напрягаясь, да. Вообще ничего не делаем. Вы знаете, я просто мысль представил, он пришел. Ну, слушайте, психиатр тоже может нафантазировать, что у него вся психушка, как говорится, театр. И что, теперь тоже будем соисходить с ума вместе с ним и так далее по списку, да, психов. То есть, это не значит, что это привнесет эффективность вашей визуализации и фантазии. Потому что демонология, она основана все-таки на ритуалике, да. На определенных правилах, даже если деревенская магия, все равно есть стандарты. Не надо заходить за грани, понимаете, вмешивать что-то постороннее. Не нужно вмешивать что-то христианское туда слишком, да. И главное, если вы серый какой-то маг, вы можете смешивать и как бы и христианство, и католицизм, если это предусмотрено в ритуале, да. Но если это не предусмотрено, и ангелы только навредят вам особенно, да, потом энергетики ваши, или будут последствия от демона, и они его не смогут сдержать. Это будут последствия, понимаете, для вашей биологии, для вашего здоровья. Вам это надо? Надеюсь, нет. Вот, защитные талисманы, я уже говорю, да, то есть должны быть защиты. Но у нас современные маги какую-то пластиковую хрень наденут на себя и думают, все, они защищены от всех демонов. Теперь ни один демон их не тронет. Ну это же бред какой-то. Вы живете в каких-то фантастиках. Также нужно вообще-то реальность от фантазии отделять уметь. Не позволять, то есть это запрещено. Не позволять, то есть разум, это готовят заранее, естественно. Психика должна быть. Это как во время войны вы не должны бояться трупов валяющихся. Вы не должны бояться каких-то термо, то есть, как это сказать, контроль, в общем, разума нужно иметь. Потому что, когда приходит демон, или воздействие демона начинается, если даже вы приворот с демоном делаете, вы должны понимать, что часть любого приворота, особенно демонического, или с богами какими-то африканскими, или эшо, или кимбанда, тоже самое демонология. Вот, но не умбанда путь. И это то же самое, если вы воздействуете на жертву и привораживаете к себе, то вы таким образом же и на себя воздействуете, да? Поэтому нужно контролировать свои чувства, уметь. Не давать свободу своим фантазиям. Это опасно, потому что вы можете делать приворот, а превратить это все в порчу нахрен. Человек просто тупо разобьется нафиг, а насмерть. Вот и вся ваша любовь. Оба встретитесь, называется, на хирургической койке, да? Или в морке, держащиеся за руку. Будет очень счастлива. То есть ничего хорошего это не даст. Поэтому даже во время призыва демонов не надо позволять своему разуму или страхам давать волю. Вот эти запреты, они главные. Они непоколебимые. Но некоторые нарушают и дают волю себе фантазиям своим. Ой, я там вот в фантазии, вот он такой-то придет, там тра-ля-ля. Нет, это не то. Это не является. Демон, может, еще не пришел, а вы уже расфантазировались. Так. Так, ветер задолбал. Вот. Поэтому, если разум уязвим, любой демон лазейку эту использует себе в выгоду. Понимаете? Поэтому нужно уметь контролировать разум, свои мысли контролировать, даже во сне. Обычно люди подготавливаются спать, особенно медиумы какие-то или демонологи. Они контролируют, они все отслеживают, наблюдают. Они включают, не позволяют манипуляциям вирусу проникнуть в ваш разум. Если у вас мозги промыты теликом, я вообще вам сочувствую. Потому что, если он ведомый на всякую хрень, на всякое вранье, любой демон расплюнуть просто, под вами поиграть и выманить вас из круга, нарушить любые лазейки, найти и уничтожить вас. Вы даже не успеете его вызвать, его слуги, его, так сказать, падаль, вот это отрепье. Оно вас уже уничтожит, обескровит и сделает все, что с вами угодно. Несчастный случай устроить им ничего не стоит. Особенно важные правила, это, естественно, перед ритуалом все должно быть освещено, вы должны быть тоже очищены. Я уже говорил про обжирание мясом перед ритуалом, да? То есть это уже не чистость у вас будет, да? То есть это уже лазейка для демонов. То есть все соблюдения правил, они кажутся сложными, но они нужны, очень важны, понимаете? Вот. Также есть самые такие опасные ошибки. Просто дебильные ошибки, с которыми я уже сталкивался у людей. Я и сам косячил раньше по молодости, вот. Но таких у меня, конечно, кошмарных не было. Я просто наблюдал за своим состоянием, изменением тоже наблюдайте. Вот. Перед ритуалом, если вы чувствуете, что у вас сил нет, вообще не делайте его, иначе вам сил не хватит вообще на демонологию, весь церемониалку, да, допустим. Или даже маленький ритуал может высосать вас. Поэтому нужно энергетически быть сильным, подготовленным. Иначе вас просто размажут. Хоть с жинами, хоть с аэшоа, кембанда там, допустим, вы работаете. То же самое. Хоть энфумби или эндоки там, какими-то падшими темными духами, да, полудемоническими. Это то же самое. Дальше есть еще такая опасность, которую многие почему-то не поднимают. Вообще демонология считает, что это неважно. Не надо запугивать демонов какими-то ангелами, если они высокопоставленные. Какие-нибудь там чуть не герцоги и так далее. Понятно, что это в 19 веке герцогство, титул им придумали, тогда это божество. Но, когда вы начинаете запугивать какими-то там Иисусом, трупами, то есть запугиваете божество трупом. Ну, слушайте, ну это уже, я понимаю, у вас немного размытые грани понимания. Для этого теорию надо знать. Вот опять перчатки по лесу висят. Если задолбали, рубили всякие леса уже, хоть бы себе обрубили что-нибудь промеж ног. Ну и вот, от доброты это я говорю. Поэтому вы должны понимать, что не надо провоцировать. Нужно понимать, какой титул у демона или у Джина там, или Уэшоа. Уэшоа в Кембанде вообще это не делается. Допустим, в стандартной демонологии, если вы начали путь именно как полухристианин, полукатолицизм, это одно. Но когда вы не делаете и пытаетесь это использовать, запугать. Вот я тебя запугиваю там Иисусом, там какой-нибудь Марией. То есть всеми трупами перечислим. У меня вопрос. Представьте себе визуально, да, у кого вообще хорошо фантазии, вот, восприятием. Стоит перед вами гигантское чудовище. И вы блоха. И вы пытаетесь, как объяснить, блохами еще пугать. Вы представляете себе эту фантазию? То есть этому демону ничего не стоит просто дунуть на вас, как говорится, да, и сдуть все ваши защиты и ваших защитных трупов. Понимаете? Я понимаю, когда вы гениями пытаетесь, там, гении, архангелы какие-то высшестоящие, если это по церемонии предусмотрено, какими-то силами, элементалами, это да, сработает. Но когда вы трупами, ой, я заклинаю там Иисусом каким-то, там и так далее. Ну, вы понимаете, последствия какие? Вы просто провоцируете дикое животное вас хренануть просто. А потом вы удивляетесь. Ой, мне так плохо после работы с демонами. Я прям лежу, валяюсь. Потому что вы показали, что вы слабые. Понимаете? Вы не можете адекватно с ними вести себя. Это механизм налаженный. Если вы в механизме допускаете вирус или самовыдуманная бредятина, особенно это бывает от паники. Человек начинает паниковать. Он не готов, у него крыша едет. Он во время церемонии, всего ритуала, он начинает запутываться и начинает вспоминать то, что не нужно вообще применять. Всяких Иисусов и так далее, упырей. И начинается просто месиво. И результат мы получаем искалеченную психику. Человек в психиатрической больнице лежит, отдыхает. Теперь уже ему магия не нужна. И развитие, и наука все-таки ему уже не нужна. Все уже ничего не беспокоит. Также есть ошибки, подытожим. Самая ошибка, это когда церемония закончилась. И человек думает, что демон ушел. Хотя элементалы могут выдавать. То есть, кто знает гении, там элементалы, то есть стандартные стихи, стихийные духи, как говорится, или силы, которые как раз круг контролируют. Или защиту, или воплощение физическое, или биологическое, так сказать, демона, да? Да хоть джина. Вот, или эшуа. Даже есть эшуа стихии. Но это не столь важно сейчас. В каббалистике это все, в принципе, прописано, да? Сиферут или клипат. И человек думает своей кочерыжкой, не используя астральное видение, чтобы увидеть, как это все действует. Он начинает думать, так, портал, наверное, закрылся. Ну все, наверное. Он, наверное, ушел. Ну, я выхожу из круга. И хрен тут с маслом. Это ловушка первая. Это первые признаки неопытности любого мага. Ну, я понимаю, сейчас маги вообще ни хрена, ничем не занимаются. Так только овякают, что они какого-то демона там призывают. Вот. Религиозный фанатизм, самовнушение, понятно. Психиатрическая больница. Но человека, вот это самое опасное, я сталкивался много раз с людьми такими, которые не видят, ушел он, не ушел, никак не проверяют даже это. Картами это не проверишь. Они легко эту систему обойдут. И когда, особенно с высокопоставленными, какими-то там Люциферами, Рокфелли, забыл, как он называется, вот, да хоть слилица мой возле речки. И вы начинаете уходить. И тут могут элементалы вам подсказать. Если вы видите этих духов, слышите, чувствуете налажен контакт. Конечно же, он может, демон это тоже обойти. Но не надо пытаться, как сказать, выходить. Подождите определенное время. Посмотрите на свечи, посмотрите на все. Подсказки стандартные какие-то, биологические, да? На свое самочувствие. Чувствуете ли вы страх? Страх никогда не включайте в это время. Вообще, выкиньте его на помойку во время ритуалов. Вот. Что за животный инстинкт у вас, обезьяни? И когда вы доверитесь себе, или своему ясновидению, или каким-то еще гадательным методикам, которые могут обмануть тоже, погрешность все-таки есть. Вот. Все-таки вы не путайте систему демоническую и систему человеческую, да? Обычную. Деградация достигла за счет технологии уже своего. Сейчас людям не могут доверять своей чуке. Попытайтесь хотя бы не выходить из круга, дебилы. Все это время, хотя бы часик, да? Что бы вас не отвлекало, понимаете? Кстати, вот это главная тоже ошибка бывает. Это когда люди начинают отвлекаться. То есть начался ритуал, они там в облаках летают, они в музыку, в наушниках слушают. Я когда это сталкивался, я просто думаю, это что за... Вы чем вообще занимаетесь? Концентрации ноль. Ритуала ноль получается, понимаете? Особая вот эта ошибка, это когда вами начинают играть. То есть что вы вышли из круга, там допустим, мой родственник звонит на телефон, который должен быть отключен во время ритуалов любых дебилойды. Особая опасность, вообще смертельная опасность, когда начинают там животные какие-то ходить, и люди начинают, ой, кошечка вышла возле круга, пойду ее накормлю. А фигня, что ритуал идет. Ты ничего не попутала? Ну вот тебя и поймали как дуру. Потом с этой кошечкой будешь в аду отскрывать свои кишки. Вот, то есть это кажется игрульки, это все так смешно. Многие, наверное, меня слушают, думают, а, идиот, какую-то хрень несет. Но когда вы сами потом столкнетесь с этим, и своей шкурой почувствуете ожоги, такие биологические, вот просто стоите, а раз, раз, на теле ожог появился, просто так. Кто-то скажет, это психосоматика, стигматизм, ничего подобного. Это силы делают, и вы потом ничего не сможете. С того ни с чего у вас изо рта полилась вода, да, вот эти все биологические проявления, они опасны, потому что вас могут просто эти методы убить. Ну, как светло стало в лесу. Приезжают рез, что ли, эти идиоты. Ну и вот, поэтому я считаю, что нужно включать мозги и соблюдать правила. Понимаете? Это все есть, это никуда не делось. И это истина. Это более опытные люди вам объяснят, что это нужно. С любыми духами, богами, иметь какую-то грань, защиту и так далее. Это все-таки грязь приходит с ним, не забывайте, да, трепья. Вот. Ну что ж. Всем удачи, успех, с вами был Александр Пичу. Ставьте лайк, комментируйте, репостите. Надеюсь, будут мозги у вас работать. Удачи!